Удосконаление системы социального партнерства, годное ознагороджение работающих и мощности для перенавучения работников. С такими приоритетами на 6-й Белорусский народный сход едут представители профсоюзной организации. За одним из них старшинью Гомельского районного обедания Ларисы Леглик погуторила наш корреспондент Ганна Корольчук. Гомельский район Лариса Леглик ведает добро. Педагог по профессии, она працавала в Орыцкой средней школе, была наместником директора и курировала профсоюзную первичку. Потом стала керонником районного профсоюза работников адукации и навуки. Праз 10 годов узначалила Гомельский районный профсоюз. До Всебелорусского народного схода она добро подрыхтованная, хоть едет туда в першиню. А в последние три месяца Лариса Леглик активно удельничала в диалоговых пляцовках с наймальниками и избирала пропоновы для новой редакции Конституции. Я вижу результат изменений того, что предлагаем мы, предлагают другие представители и профсоюзов, и государственных органов, и рабочие. Только тогда, когда будут реальные дела и выполнение добросовестно, качественно каждым человеком работы на своем рабочем месте. Как участник собрания, поэтому я, пользуясь моментом, хочу заверить тех людей, которые дали мне эту квоту доверия. Я как раз-то продолжу на своем рабочем месте работу в направлении справедливого разрешения вопросов, как в коллективах, так и тех проблемных вопросов, которые касаются непосредственно одного человека. Пропоновы профсоюзов накереваны в первую чергу на развитие экономики, предприемства и працовных коллективов. Рост доходов у грамадзян и, соответственно, повышение уровня жизни каждого человека. Не меньше важное – доступное медицинское обслугование и эдукация. Например, на одной из опочных встреч в Олуковском сельсовете местовая улада, профсоюзы и предпринимательники обмерковали проблемы бизнесу. А властник кондитерской вытворчасти выказал желание створить на предприемстве первичку. Невеликий завод и СНУЕ с 2015 года. Зараз тут працуют около 80 человек. 90% из них погоднились с пропоновой уступить у объединения. Просто взял, проанализировал, я посмотрел послание президента, взял, проанализировал, сел, посчитал. И посчитал, что это довольно-таки очень выгодно, потому что у меня есть льгота для работников 25% на оздоровление в санаторно-курортных. При материальной помощи, тогда, когда мы оказываем материальную помощь, через профсоюз знаний облагается налогом. Это тоже своего рода выгода. В принципе, в общих чертах это более чем достаточно. Это перекрывает 1% тех налогов, которые мы платим по профсоюзам. Работников считывают из их незаработной платы. От профсоюза в Гомельской области на всебелорусский народный сход накируют 65 человек. Это представители экономики и социальной сферы. Как подкреслили у областного объединения профсоюза, уголовное потребование до делегатов – конструктивный настрой на захование и умоцение досягнений в Беларуси. Ганна Крайчук, Ихар Марышченко, телерадо, компания «Гомель».